В Караганды сеть обменных пунктов подозревают в организации финансовой пирамиды. Оказалось, что помимо основной деятельности в компании у людей брали деньги и обещали вернуть приумноженные, а некоторым даже помочь с приобретением квартиры. Следствие тянется уже 8 месяцев, пострадавшие недовольны тем, что подозреваемые все еще на свободе. Руслан Кудряков был знаком с руководством сети обменников ДАНА. Попросили у него денег на развитие бизнеса, обещали квартиру в центре города. Договор составили на 12 миллионов. В нем говорится, что деньги должны вернуть Руслану через неделю. По словам мужчины, он отдал более 20 миллионов тенге. Теперь ни квартиры, ни денег. Сколько я себя знаю, эти обменные пункты всегда работали. И у меня не было сомнений, что что-то пойдет не так. Это подкупило. Действительно, фирма ДАНА на рынке уже 21 год. Фирма ДАНА успешно работала. В 2018 году она заплатила 2 миллиона тенге налогов. В 2019 – 800 тысяч. Сын Натальи Валиевой в ней работал, но попался на ту же удочку. Я отдала им 4,5 миллиона, и сын отдал около 21 миллиона. По сей день, так же, как и все, мы не можем ничего добиться. И не можем ничего сделать. Еще в декабре прошлого года на 58-летнюю директора компании завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». На свободе она до сих пор. Совершила ряд преступлений и причинила потерпевшим ущерб на общую сумму более 105 миллионов тенге. Всего с заявлением обратились 8 жителей города Караганды. На сегодняшний день назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. По подсчетам потерпевших, владельцы обменников собрали едва ли не вдвое больше денег. По словам финансистов, такая деятельность похожа на финансовую пирамиду. Национальный парк постоянно осуществляет контрольный отзор за всеми обменными пунктами. Поэтому, если они недостоверно работают на рынке, у них будет оттуда взрана лицензия, и, соответственно, материал будет передан правоохранительным органам. На сайте агентства финансового регулирования можно проверить, имеет ли компания лицензию финансового оператора. Но и главное – обещание быстрых высоких доходов – это всегда подозрительно.